Экстремальное начало дня. Два автомобиля на перекрестке Полевой и Молодогвардейской внезапно оказались под рухнувшим металлическим забором. Алла Иванова ввезла детей в школу, когда машину накрыла металлическим пластом. Стоишь на перекрестке, смотришь на движение, которое тебе навстречу, и тут вдруг на тебя начинает рушиться забор. Дети напугались, конечно. Следовавший за джипом автомобиль также попал под удар. Передо мной РАВ-4, я увидела, что на нее он ложится, и он также лег на мою машину. Мы, естественно, там завизжали, заорали, выскочили, и забор сложился, как карточный домик. То есть, благо там, что никто не шел, там, я не знаю, ни люди, ни велосипедисты, потому что забор тяжелый. Вот РАВ-4 меня, можно сказать, спасла своим этим вот кузовом, потому что меня бы он просто смял. Мгновенно после ЧП на улице стала собираться пробка. На перекрестке улицы Полевая и Молодогвардейская парализовано движение. Машины стоят также и на параллельных и поперечных улицах. Внезапно упавший металлический забор преградил путь не только двум автомобилям, но и еще нескольким десяткам машин. Металлический забор появился на перекрестке только этой ночью. Рабочие предприятия тепловых сетей воздвигли его, чтобы провести работы со вскрытием на проезжей части. Схема, говорят, согласована заранее с ГИБДД, а запрещающие автодвижения и знаки были расставлены заранее. Вообще на этой перекрестке, согласно расставленных ночью знаков, ездить было нельзя. Водители поехали, и такое получилось. То есть они сами виноваты, по сути? Ну, здесь много факторов сложилось. И сквалились пары ветра, и, возможно, не надежно закреплены были эти ограждения, не выдержали сквалились пары ветра. Но движения здесь сегодня с утра быть не должно было быть. В ситуации будут разбираться представители ДПС. Пока они фиксируют детали и составляют протокол, сотрудники ПТС восстанавливают ограждение. Марина Матвеевична, Сергей Баскин, События. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин